Парады Маршрут Казань-Самара вот уже 4 года в ноябрьском графике героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Война для него началась в 1942-м. Он бился за Ленинград и Днепр, освобождал Польшу и Румынию, брал Берлин. Звание героя получил в 17 лет. Его дивизия должна была переправиться через Днепр. Форсировать реку отобрали 17 разведчиков. К ним и приставили связистом Бориса Кузнецова. Все бойцы погибли, а он трижды раненый остался в живых. Казанская кадетская школа гордо носит его имя. Я как ветеран Великой Отечественной войны верю в то, что именно то, что мы сделали в годы Великой Отечественной войны, это историческая дата, ее никогда нельзя забывать. Парад памяти 7 ноября пройдет по главной площади Самары, что в 41-м была Куйбышевым. В этом году главная тема – оружие победы. Образцы его привезут из музеев Урала, Москвы и Тольятти. В 41-м тоже демонстрировали оружие и военную технику. И тогда в посольство стран полетели депеши. Советский Союз продолжит бороться с фашизмом. Что за пир во время войны? Советский Союз каждый день теряет города. В окулярах, в бинокле гитлеровцев уже виднеется Москва, а тут парад. Иностранные дипломаты во время торжественного приема вечером 7 ноября задавались вопросом, откуда в тыловом городе столько военной техники и почему она не на фронте. Ответ был один – это резерв. Уже сегодня вечером Борис Кузнецов будет в Самаре, а завтра обязательно на параде. Пусть не чеканить шаг в строю, ведь здоровье уже не то, но дать напутственные слова и вновь посмотреть в глаза тех, с кем воевал и с кем служил. Пусть не в одном полку, но в одной войне. Алия Хайруддинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Алия Хайруддинова, Игорь Романов, ТНВ.